Вооруженные силы России продолжают вести специальную военную операцию и все больше патриотически настроенных молодых людей выбирают службу по контракту. По данным СМИ, с января по май около 120 тысяч наших граждан подписали договор с Минобороны. Это программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев. О плюсах контрактной службы поговорим с начальником пункта отбора на военную службу по контракту в Рязанской области Дмитрием Зайцевым. Здравствуйте. Добрый день. И первый же вопрос, Дмитрий. Рязанская область в этом вопросе активна? Хочу сказать, что Рязанская область занимает одно из наиболее достойных мест в структуре нашего государства. Ведь мы решаем приоритетную задачу совместно с военным комиссариатом, совместно с правительством Рязанской области по комплектованию вооруженных сил нашей страны военнослужащими, которые проходят военную службу по контракту на должностях рядового, сержантского состава и числа прапорщиков. Цифры достойные? Более чем достойные. Значит, если мы проводим параллели с прошлым годом, за аналогичный период, количество обращений граждан и количество поступивших на военную службу по контракту выросло более чем в три раза. Это весомый вклад такой, да? Ну давайте перейдем к условиям отбора. Кто может быть рассмотрен для поступления на военную службу по контракту? На военную службу по контракту могут быть рассмотрены граждане в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие уровень образования не ниже основного общего, соответствующие по уровню своего физического развития, здоровье, ну и, соответственно, психологической подготовки. А каковы условия этого отбора? То есть это какая-то проверка будет? Что включает в себя отбор? При обращении кандидата к нам в пункт отбора на военную службу по контракту или в военные комиссариаты по месту жительства, значит, гражданин пишет заявление, производится подбор вакантной воинской должности, опять же, по согласованию с самим кандидатом. И далее он проходит ряд отборочных мероприятий, таких как мероприятий медицинского осмотра, как психологическое тестирование. И далее, после завершения этих мероприятий, происходит оформление документов, и кандидат назначается на воинскую должность, опять же, в различные воинские части, опять же, по выбору гражданина. После чего, подписав контракт в пункте отбора, он убывает к месту прохождения военной службы. То есть, я правильно понимаю, что та военно-учетная специальность, которая обозначена в военном билете, она не стопроцентная, ее можно как-то изменить, да? Конечно. Опять же, здесь основной упор делается на выборе гражданина, но мы обращаем внимание на опыт прохождения на той или иной военно-учетной специальности службы, на уровень образования человека, и мы подбираем ему наиболее достойное место, достойную воинскую должность, на которой он может раскрыть все свои способности и личностные характеристики. Вообще, банк вакансий, он существует такой, да, некий? Да, конечно. У нас в режиме онлайн обновляются вакантные воинские должности в различных воинских частях, как на территории Рязанской области, так и за ее пределами. И мы можем молодому человеку предложить как минимум несколько вариантов для определения своего предназначения и той военно-учетной специальности, где бы он хотел себя реализовать. Ну, наверное, нужно перейти к главному вопросу. Это вопрос денежного довольствия. Сколько, когда и как? Значит, на сегодняшний день государство и правительство Рязанской области сделали значительный вклад в то, чтобы военнослужащие и члены его семьи не нуждались ни в чем, чувствовали себя наиболее достойной защищенной категорией граждан нашей страны. Денежное довольствие военнослужащего, который, допустим, принимает участие в мероприятиях специальной военной операции, составляет от 204 тысяч рублей ежемесячно. Плюсом идут дополнительные выплаты за результативность и за активные действия. Ну вот еще помимо этого в регионе введена некая выплата от губернатора, да, это единовременно? Все правильно. Граждане, иностранные граждане, которые заключили контракт прохождения службы в пункте отбора для участия в мероприятиях специальной военной операции, имеют право на единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей с вручением благодарственного письма от губернатора Рязанской области. Вот вы упомянули, что за результативность могут быть некие бонусы, да? Эти бонусы, они... Вы учитываете их, когда разговариваете с потенциальным кандидатом? То есть вы ставите их в известность о том, что вот если ты подобьешь леопард, то у тебя будет квартира? Конечно. Мы доводим, значит, полный перечень социальных гарантий и льгот, подробно рассказываем про материальное обеспечение, стимулирование военнослужащих. Ну и, конечно же, у них есть со своей стороны достаточно значимая мотивация для успешного, эффективного выполнения служебно-боевых задач. Вот вы сказали о социальных гарантиях. Что помимо денежного, скажем так, довольствия, да, предлагаете ребятам, которые приходят к вам? В первую очередь хотел бы отметить жилищное обеспечение. Военнослужащий после первого контракта имеет право стать участником накопительной ипотечной системы. Это означает, что он может воспользоваться средствами целевого жилищного займа и приобрести собственное жилье без использования своих личных средств за счет средств Министерства обороны. Такая привилегия есть только и силовая структура есть в Министерстве обороны Российской Федерации. Кроме того, здесь необходимо отметить пенсионное обеспечение. После достижения 20 лет выслуги в льготном вычислении или календарной, военнослужащий имеет право на получение военной пенсии. То есть, допустим, если он заключает контракт в возрасте 20 лет, гарантированно 40 лет, он имеет полное право на получение военной пенсии. Конечно же, также стоит отметить санаторно-курортное обеспечение, то есть на льготных основаниях обеспечение путевками для, допустим, лечения, для оздоровления в лечебных учреждениях, здравницах Министерства обороны. Ну и, кроме того, конечно же, это вещевое обеспечение. На весь период прохождения военной службы военнослужащий по нормам довольствия обеспечивается всем необходимым имуществом. Ну и, конечно же, страхование жизни и здоровья. Такой же немаловажный аспект. Каждый военнослужащий по умолчанию застрахован от всех случаев, которые могут происходить. То есть здесь мы говорим о полном, объемном социальном пакете льгот и гарантий. Бонусов достаточно много, а вот отказать кому могут? Мы не рассматриваем граждан с неснятой, непогашенной судимостью, особенно за совершение преступлений тяжких, особо тяжких. Опять же, пристально наблюдаем за категорией годности по здоровью граждан. Ну и, конечно же, упор делается на уровень психологической устойчивости. То есть с психологом обязательно нужно будет переговорить, да? Конечно. В обязательном порядке проводится социально-психологическое изучение кандидата, его личностных особенностей и свойств. Небольшое тестирование проводится, по результатам которого выносится заключение о годности по психологическим параметрам. Пришел к вам молодой человек заключать контракт. Он сам может выбрать себе место прохождения службы? Скажем, ну пусть это может быть, это не Запорожье, может быть он пограничником хочет быть, ну или, ну вот условно говоря, да? То есть есть у него право выбора? Безусловно, право выбора есть. Мы предлагаем ему несколько вариантов для дальнейшей реализации и прохождения военной службы. Как отдельных воинских граждан, как это касается, так и по территориальному признаку различных подразделений воинских частей на территории и даже за пределами территории нашей страны. То есть рассматриваем воинские части различных видов и родов войск. И безусловно, стоит отметить, что кандидат имеет полное право выбрать то место, службу, где он может максимально реализовать свои умения и навыки. Естественно, следующий вопрос. Куда обращаться? Город Рязань, улица Фрунзе, дом 27. Кроме того, также оставить заявление, заявку можно в любом военном комиссариате по месту жительства. Следующим способом является обращение через раздел «Стать добровольцем или контрактником» единого портала государственных услуг. И в течение буквально одних суток заявка будет сотрудникам пункта отбора рассмотрена, с данным молодым человеком связываются, и в дальнейшем уже мы его ориентируем для замещения конкретной должности. Кроме того, у нас есть группы в социальных сетях ВКонтакте, в Телеграме, которые активно развиваются, где есть также вся необходимая информация, в том числе справочная, по наличию вакантных должностей. И также, написав сообщение к нам в группу пункта отбора новослужив по контракту по Рязанской области, также буквально в течение одного часа обратная связь от сотрудника исходит, и в дальнейшем мы уже определяемся по прохождению отборочных мероприятий. Кроме того, наверное, есть фишка именно Рязанской области, будем так говорить, работает активно Телеграм-канале Чат-Бот, служба по контракту в Рязанской области. Есть ответы на все вопросы? В автоматическом режиме практически на любой вопрос уже подготовлены ответы, касающиеся условий прохождения службы, предоставления социальных гарантий, льгот и иных вопросов, касающихся обеспечения в целом. И в любых практически вопросах, ситуациях, даже в режиме Чат-Бота, возможно получить максимально подробную консультацию. Кроме того, можно оставить заявку на сайте официального Министерства обороны Российской Федерации, mil.ru, в разделе личный кабинет военнослужащего. Ну и, конечно же, обратиться можно и по телефону, наш номер телефона 25 96 909, а также 25 36 29, где также любой желающий может получить подробную консультацию. Но появилось еще некое нововведение. Я говорю о том, что пресс-служба регионального правительства заявила о том, что в Рязани работают агитационные патрули и мобильные пункты от города на службу по контракту. Все верно. Это составляющая часть нашего процесса доведения, разъяснения преимуществ, перспектив прохождения службы. Ежедневно работают наши сотрудники в составе так называемых агитационных патрулей. В наиболее местах массового скопления, торговых центрах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, где любой желающий может в доступном формате получить всю необходимую информацию. Вот вы, кстати, можете обратиться к жителям Рязанской области с предложением активнее подходить и узнавать. Да, у нас, к примеру, 17 июня планируется проведение нашего агитационного мероприятия работы выездного мобильного пункта отбора в городе Ряжске, который приурочен к празднованию дня города Ряжска. И с 15 часов до 21 часа любой желающий житель Ряжска или гость мероприятия может, посетив наш мобильный пункт отбора, не только получить консультацию, но и заполнить первичные документы, определиться с предназначением. И, соответственно, на месте мы можем посоветовать, подсказать и подобрать устраивающего человека вакантную должность. Поэтому я с удовольствием буду ждать всех желающих, где мы и наши сотрудники полностью, в полном объеме ответят на все возникшие вопросы. И хотел бы еще сказать, что, конечно же, материальная составляющая, она бесспорно важна, но, как показывает статистика, проведенные опросы, все-таки большая часть людей, которые к нам обращаются, это зрелые люди. Если говорить о каком-то портрете среднестатистического кандидата, то это мужчина в возрасте 35-38 лет, который имеет образование не ниже среднепрофессионального техникума, как правило, женатый и имеющий опыт прохождения службы, ну, хотя бы по призыву. Материальная сторона вопроса – это, несомненно, важная часть процесса, которая повышает, стимулирует интерес к военной службе. Но здесь хотелось бы отметить другой аспект. Большинство людей, которые к нам обращаются, они действительно желают добровольно внести свой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Это настоящие патриоты, герои не только нашего края, но и страны. Те, кто не остался в стороне и стремится внести свой личный вклад в общую победу над современным фашизмом 21 века. И я скажу даже более, порой даже семьями к нам обращаются – отец, сын, братья, родственники, которые хотят вместе, бок о бок, плечом к плечу проходить службу в одном подразделении. И таких случаев с каждым месяцем становится все больше и больше. Поэтому я считаю, что все-таки патриотическая составляющая, она имеет первостепенное значение. Ну что ж, для нас все ребята, которые заключают контракты, они все герои без исключения. Будем надеяться, что вы без работы не останетесь, скажем так, что патриотически настроенных людей будет все больше. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что на студии был начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Рязанской области Дмитрий Зайцев. Всего доброго. До свидания. Ну а мы с вами еще увидимся. Увидимся.